Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хыван. Я вас приветствую на канале Процветок. Весна входит в свои права. Несмотря на возвратные холода и заморозки, вот-вот наступит снова тепло, и все растения тронутся в рост. Одновременно с растениями тронутся в рост всевозможные болезни и вредители. О вредителях сада и огорода мы говорим на канале довольно часто. Но стоит поговорить также и о тех организмах, которые представляют опасность для человека, а также его домашних питомцев. В первую очередь для кошек и собак. И речь пойдет об их содовых клещах. Иксодовые клещи, как и растительноядные клещи, относятся к паукообразным, не совсем к насекомым. У них все-таки 8 ножек. И представляют большую опасность не только как неприятный паразит поверхности кожи и волосистой части тела, а также как опаснейшие переносчики всевозможных заболеваний. И лаймборелиоз, и клещевой энцефалит. Для собак также есть опасные болезни, которые, хотя человеку не передаются, однако же могут довести наших братьев меньших до смерти. Вот такие, конечно, холода благоприятны для того, чтобы немножечко прижать, притушить развитие этих неприятных организмов. Однако же теплые зимы последних лет способствуют широкому, широчайшему распространению этих паразитов, в том числе на дачных и приусадебных участках. Клещи чаще всего прячутся в высоком травостое, там, где трава не выкашивается, там, где есть какие-то торчащие травинки. И вот трава еще не успела отрасти, а где-то на некошенном участке стоит немножко пройти, и уже можно снимать с себя этих гадов. Существует много всевозможных советов, и как обрабатывать одежду специальными препаратами репеллентными, и какую одежду носить, и что делать. Но мы сегодня поговорим с вами о том, как подготовить свой участок, сделать его наименее опасным. Особенно, если у вас по участку бегают маленькие дети. В первую очередь, для того, чтобы обезопасить участок от нашествия этих врагов, необходимо тщательно выкашивать растительность, там, где она подлежит выкашиванию. Ну, то есть, следить за газонами. Как я уже сказал, клещи предпочитают такие вот высокие травостои. И, конечно же, иногда просто необходимо пользоваться препаратами для обработки. Если у вас площадь обработки большая, конечно, это может стоить недешево. Однако же, игра стоит свеч, последствия от укусов клещей являются еще более опасными и более неприятными. Среди множества препаратов, которые способны подавлять развитие этих организмов, надо отметить два. Первый из них – это препарат октофит и подобные препараты. Их, ну, несколько наименований существуют. Витаверм, октофит, клещевит и другие. Все они содержат в своем составе вещества, относящиеся к группе авермектинов. Это такие, ну, биологические, полубиологические вещества, производные бактерии актиномицетов, которые очень важны для сельского хозяйства. Обработка в соответствии с инструкциями вот такими препаратами позволяет удерживать развитие клещей на участке в срок до двух недель. Если прошли дождики после обработки в течение трех дней после обработки, то такую обработку надо повторить. Если три дня после обработки дождей не было, в этом случае обработку можно не повторять в течение двух недель. Дождики прошли – повторите. Через две недели снова повторите вашу обработку. Если прошел дождик и вы обработали, то отчисляйте от даты обработки еще две недели. Вот так долго будут действовать эти вещества против клещей. Одновременно не стоит забывать, что этот препарат также очень эффективен и для борьбы с растительноядными клещами, в первую очередь земляничным клещом и паутиным клещом. Этот препарат малотоксичен, однако во время обработки этими препаратами необходимо воздерживаться от посещения участка людьми до 21 года. На молодых людей эти препараты действуют не очень хорошо. После нанесения препаратов через два часа уже можно посещать участки обработки совершенно без всяких ограничений. Препарат этот наносит минимальный вред полезным насекомым, полезным организмам, в то же время защищая нас от целого каскада вредных насекомых. Вторая группа препаратов, которые также могут быть эффективны против клещей, а также против мух, комаров и других нежелательных насекомых на наших участках, это перитроидные препараты. Один из них это циперметрин. Циперметрин в большой концентрации. Низкие концентрации перитроидов, а циперметрин мы можем найти во многих препаратах. Это интовир и многие-многие другие. Смотрите на состав, и если там есть перметрин, циперметрин, там вот подобные слова, то это не самые. Они существуют разные, поэтому я не говорю, как именно их разбавлять. Все их надо разбавлять в соответствии с инструкцией. Так вот, циперметрин является также неплохим средством для того, чтобы обрабатывать участок от различных вредных насекомых. Конечно, он одновременно действует и на полезных насекомых, но одновременно он убивает иксодовых клещей. На паутиного клеща циперметрин практически не действует. Наиболее сильное воздействие на клещей, в том числе иксодовых и растительноядных, можно получить тогда, когда вы совмещаете эти два препарата в одной баковой смеси. Циперметрин и его производные всевозможные, и производные авермектинов, актофит, фитоверм и так далее. Баковые смеси являются очень и очень эффективными. Используйте баковые смеси для того, чтобы надежно защитить ваш участок от иксодовых клещей. И тогда вы можете быть уверены, что ни ваши питомцы в рамках границы вашего участка, где вы провели обработку, ни вы сами не подцепите этих вредных паукообразных, а одновременно уничтожите и целый каскад вредных. Но, к сожалению, конечно, иногда и полезных насекомых. Но это компромисс, который нам необходим для того, чтобы в отдыхе, в работе на своих участках не потерять здоровье. Пользуйтесь этими препаратами, несмотря на то, что они химически синтезированные. Иксодовые клещи – это не тот организм, с которым стоит шутить и играть в игры с органическим земледелием. Нет, здесь нужны радикальные, настоящие, серьезные меры. Я желаю вам здоровья. Берегите себя, берегите близких и берегите братьев своих меньших. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова